Сейчас небольшая история не про гагаринскую эпоху, а про нынешнюю. Я вообще противник дешёвых сравнений, друзья, типа вот почему мы выделили деньги здесь, они выделили их сюда и давайте их все вообще раздадим пенсионерам. Это на самом деле лукавство. В капитализме и в том госкапитализме, который сложился в России, деньги по-другому распределяются и перетекают. Но вот мы сейчас снова в Саратове. Здесь на месте приземления Гагарина, я вам уже его показывал, строится огромный парк покорителей космоса. Прекрасная история, как было дело. В прошлом году спикер Госдумы Вячеслав Володин, который из этих мест, им покровительствует давно, приезжают сюда вместе с Валентиной Терешковой. Они здесь открывают аэропорт Гагарин, новый с нуля построенный прекрасный аэропорт. И принимают решение, что здесь нужно построить огромный современный парк покорителей космоса. И в этот проект, который Володин пролоббировал в Москве, вбухиваются огромные деньги, в том числе государственные. Чтобы вы меня правильно поняли, я считаю, что, безусловно, это дело полезно. И на месте приземления первого человека, слетавшего в космос, безусловно, должен быть современный парк, это должен быть туристический хаб. Никаких вопросов. Но когда я вспоминаю эту убитую Оренбургскую лётку, где Гагарин учился и другие места, связанные с памятью Гагарина, которые не в лучшем виде сейчас находятся, я думаю, как всё неравномерно в русской жизни. Есть свой «Володин» с маленькой буквы «Лоббист» в высоких сферах и всё как-то движется, строится. Сейчас с вами находимся на входной зоне, это зона номер три. Сейчас здесь как раз идёт укладка парковочной зоны, ключевой вход в парк. Дальше идёт главная дорога, она сейчас за нами, к месту приземления Юрия Алексеевича Гагарина. Люди смогут взять велопрокат велосипеда, добраться, пройти, посмотреть. И будут ещё экскурсионные автобусы. Кафе, рестораны. Здесь должен появиться информационный центр, где будет кафе, экскурсионное бюро, прокат велосипеды. Зная заслуги Сергея Капкова в московских пространствах, можно себе представить, о чём примерно идёт речь. А сколько на это нужно денег? Всё в открытых источниках есть. 844 миллиона было выделено на строительство. Я всегда говорю, как хорошо, что у вас есть Володин в Саратово. А у нас нет Володина, и Черномырдин умер. Чего нам делать?